Для того, чтобы понять, конечно, чем отличается поверенность в нашей Церковь, надо немножко быть осведомленными богословиями. Если я сейчас вам расскажу именно богословскими темами, наверное, многие из вас не поймут, поэтому я попробую в максимально упрощенном виде об этом говорить. С первых времен христианства все знали, что Господь Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. Ни один христианин в этом не сомневался. Были, конечно, ереси, отклонения, которые или умалили человечество Христа, или умалили божественность Христа. И, в принципе, до сих пор они и существуют. Например, святерство Еголы и так далее. Но все христиане знали, что Христос – и Бог, и человек, то есть Бога-человек. А вот как это, как Он вочеловечился, как Он вочеловечился, они глубоко не вникли туда. Почему? Потому что с первых времен знали, что это для человеческого разума непостигаемая, как бы, величина. То есть, этому можно достичь только верой, созерцанием, то есть, мистическим путем. Понятно, да? Потому что такая тайна, что никто, даже ангелы Божьи, не могли понять до конца. Хотя они видели, и мы видели, и знаем, что Христос действительно вочеловечился и страдал, и был кормим во всем, кроме греха. Но объяснить это человеческим языком было всегда трудно. И поскольку что-то человеческим языком объяснить трудно, да, и умом понять трудно, конечно, что будет, будут много разных мнений об этом. И вот и начались, начались уже внутри церкви, начались вот такие разногласия по поводу именно Христа. То есть, христологические разногласия, понятно, да? То есть, о сущности Христа начались разногласия. Первая, это крупная, была альянская ересь, то есть, это был человек по имени Арий, который в 4 веке начал говорить, что Христос не единосущен к отцу, то есть, он не был всегда как отец, а когда-то родился, а потом стал Христом. То есть, Христос был простым человеком, потом обожествился, понятно, да? То есть, отвергает этим, конечно, Святой Троицу, соответственно, который был предан анафеме, то есть, был осужден в 325 году в Нигейском специалистском соборе. То есть, тогда все епископы во всей Римской империи собрались, все служители церкви, чтобы обсуждать и дать оценку. И вот тогда, то есть, была осуждена ересь Ария. Потом были еще два таких церкви, таких соборов, вот. Вторые и третьи. Почему? Потому что все-таки споры этим не закончились. Были люди, которые умолили значение Святого Духа. Это уже был Второй Вселенский собор, чтобы предать анафеме, там, Аполлинария, Македонова. И, наконец, был патриарх Константинопольский по имени Истории, который начал учить, в принципе, ближе к Калию, то есть, начал умолять Божественность Христа. А именно, что он говорил, что от Девы Марии родился простой человек Христос, который во время крещения получил Божественность. То есть, только вот тогда. Поэтому он отказался Святую Марию назвать Богородицей, и назвал только Христа Родицей. Понятно, да? Вот от этого и все началось. То есть, все разницы вообще во всех церквях начались от этого. До этого вся церковь во всем мире была единой. Для того, чтобы обсудить и осуждать эти мнения Истории, собрались опять в Третьем Вселенском соборе. И тогда победили взгляд и Александрийской Богословской школы, которая была самой сильной школой тогда во всем христианстве в главе Кирилла Александрийского. Они осуждали Истории, сказали, что он заблуждается, предали его Анафеме. Но, поскольку Истории имел очень большое влияние, очень большое влияние, и являлся патриархом, и был представителем антиохийской школы, которая была конкурирующей школой с Александрийской. После того, как умер Кирилл в 44-м году, антиохийцы начали поднимать в голову и стремились к реваншу. Стремились к реваншу и созвали противоположный собор, так называемый Фартидонский собор в 451-м году. И начали продвинуть взгляды той же самой истории, которая была в ссылке. Роль армянского народа в этом. Армяне ни в том, ни в другом соборе не участвовали, потому что было не до этого. Знаете, Армения была в тяжелом состоянии. То есть постоянные войни с Персией. Потом уже потеря царства Ашатидов, разделение Армении между Византией и Персией. А в 451-м году уже Армяне готовились к решающей битве, то есть аварайской битве. И Армянам было абсолютно не того. Армяне наоборот. Тогда занимались не богословскими спорами, а как сохранить христианство вообще в Армении. То есть там вопросы были гораздо важнее. Но это не означает, что армяне, поскольку из-за политических причин не могли попасть туда, они абсолютно были неведены, что там творится. Армяне очень хорошо знали. То есть наша церковь очень хорошо знала и принимала Третий собор, хотя не участвовала, потому что получила решение этого собора. И о Четвертом соборе тоже очень хорошо. То есть была сведомлена. Есть мнение, что в Армянской церкви дошли искаженные варианты, или там плохо переведенные на греческие, поэтому армяне не приняли Харкидонский собор. Но это не так. Это не так. В Армянской церкви всегда хватает людей, которые хорошо знали греческий язык и умели читать и писать на нем. Поэтому сказать, что из-за того, что плохо было переведено, это заблуждение. Потому что решение Армянской церкви было четкое. И в решении сразу видно было, что армяне очень хорошо поняли, что там творилось. То есть там творилось то, что была попытка возобновить взгляды на историю, и умолить значение Александрийской школы. В этом и начали участвовать Папа Римский, который написал свой знаменитый Томас, где фактически повторял то же самое, что и Гаврильный историк. Более того, послали людей, которые вернули в историю, чтобы он возглавил Харкидонский собор. Но по Божьей воле, наверное, он не дошел и умер. Хотя перед этим он поднял руки в небо и поблагодарил Бога, чтобы его взгляды все-таки победили. То есть видно было явный несталянский характер Харкидонского собора. А армяне, поскольку там предали Анафин в третьем, не могли потом еще и отказаться от своих решений, еще и принимать совсем другое. Поэтому они не принимали. Понятно? А в Харкидоне те, которые не принимали решения своего собора, где, кстати, большинство патриархов били под силой, то есть под страхом мучения и гонения приняли, потом 80% отказались. А там, где они приняли? Те, которые начали назвать себе православными, халкидонитами или биофизитами. А те, которые не приняли, их начали назвать монофизитами. Вот сейчас чуть подробнее поговорим об этих двух терминах. Почему? Потому что армян как раз, если читать русские источники, на 99% называют монофизитами, что, конечно, заблуждение. То есть армянская церковь никогда не была монофизитской, и нет, и не будет. Мы предали монофизитов анафиме как и не старянцев. То есть и те, и другие два проклятия нашей церкви. И, соответственно, ни к тем, ни к другим не одно семь ся. Понятно? Мы верны богословию Кирилла Александрийского, то есть мы верны решениям Третьего Вселенского собора, где говорится, что Христос – истинный Бог и человек, и у него единая богочеловеческая природа. По-гречески миофизис. То есть не монофизис, а миофизис. Монофизис означает одна природа. Подразумевается только божественная природа. В этом и суть монофизитской ереси, потому что там был архимандрит по имени Етирхи, который впал в отличие от истории от противоположной. То есть крайность назвав, что у Христа есть только божество. То есть в Христе человечество распалено, как капля меда в море. И, соответственно, кроме божества в Христе ничего не остается, что, конечно, тоже заблуждение. Вот это хотят нам приписывать. Это хотят нам приписывать, что, конечно, заблуждение, потому что мы признаем полноту человечества в Христе. Понятно, да? Поэтому, если будут вопросы или будете познакомиться или пойдете в церковь русскую, и вам скажут, видите, монофизиты – это все заблуждение. Вы можете сказать, что покажите какой-нибудь документ из армянской церкви, где мы сами себя называем монофизитами, или где мы признаем одну природу Христа, то есть только божественную. Если они покажут – это другое дело, но они, конечно, ничего не покажут. И, соответственно, так говорить – это ложь. Это ложь. Понятно? Поэтому, я говорю, вы можете поинтересоваться, многие читали, многие ходили в церковь, имею в виду не армянскую, и там, может быть, были на ангелке или сказали. Например, не постоянно говорят. Тем более, не преподают как раз преподаватели русской церкви, большинство из которых вот такие, неправильные. Ну, они сами не виноваты, потому что получили от греков. Это все же от греков пришло. В 451 году Россия вообще была далеко от христианства, и только в конце X века христианство проникло в Россию. И то, что греки сказали, то и приняли. Хотя, на самом деле, их крестили не греки, а армяне-хакидамиты, тот патриарх Василий II и Константин Бабринан-Носец, и их сестра Анна-Царица, то есть жена Владимира, в Киевской Руси, они все были этническими армянами, но не из армянской церкви, то есть из греческой церкви. И поэтому и все это заблуждение передали русским. Все это заблуждение передали русским, и это осталось до сих пор не только русским. Вообще всем церковям, которые греческого тока. То есть всем православным греческого направления. Конечно, сейчас ведутся работы, и идет общение между церквями. Вот шамберские, например, решения между церковями и соглашения. Об этом говорят, что церкви все-таки поняли, что то заблуждение, та кривита, которая была в адрес нашей церкви, она абсолютно не имеет, не должен иметь сейчас места. Почему? Потому что тогда были и очень большие политические мотивы, и были интересы там римских пап и императоров византии. Но сейчас императоров византийских уже больше нету, у папы совсем другие взгляды на эти вопросы. И поэтому, конечно, есть нормальные люди, которые считают, что оклеветать 1500 лет целую апостольскую церковь – это большой грех. И идут переговоры, люди хотят достичь каким-то компромиссом. Вот чем это закончится, посмотрим. Будем надеяться, что все будет благополучно, и в нашей церкви найдут взаимоотношения. Но в всех письменных источниках и в официальном мнении до сих пор вот этот, как сказать, клеймо на армянскую церковь стоит. То есть несправедливо. Поэтому, если будут такие разговоры, вы от этого как бы не напрягайтесь или не соблазняйтесь. Все это неправильно. Вы читайте просто вероучение армянской церкви. Можно читать в нашей вакциальном сайте армянской церкви. Можно читать в блогах или журналах наших благословок русские язычные. Можно читать их книги. Например, есть хорошая книга Архимандрита Германда Аганисиана, армянская церковь Верхалкидон. Можно в интернете найти, набрать просто армянская церковь Верхалкидон, и откроется. Можете читать. Можете найти более подробную информацию о всей истории. Откуда начались разделения между церковьей. akp-dialog.po Вот это сайт, как раз и блог того же самого Архимандрита. Там форум может найти подробную информацию. Сейчас мы работаем над этим, и я думаю, в скором будущем, может быть, в этом году уже будут книги на русском языке, которые будут дать уже правильную, истинную и непревзятую информацию об этом. Итак, что случилось? Церкви после этого разделились. То есть, часть церковей не принимали решения этого собора. Это относится в том числе и нашей церкви. То есть, все восточные церкви. Армяне, ассидийцы, египтяне, индусы, эфиопии. То есть, вот все древние церкови древних народов, они отказались принимать. И сказали, что эти решения искусственные. Они искажают древнюю веру и не будут принимать. А на территории Римской империи тоже основная часть Бизантии не принимала. То есть, сами греки не принимали решения Харкедонского собора. Харкедонский собор в основном был принят на Западе, в Риме. Почему? Потому что этот собор был созван по инициативе Папы, и там принимались решения как раз по диктовке Папы. И еще несколько раз эти решения были отвернуты. Например, Пятый собор, который состоялся, так называемый вселенский, он опровергал решение Четвертого. А потом Шестой, наоборот, аннулировал решение Пятого. И если мы сейчас будем принимать, как от нас требуют все эти соборы, то есть после Трех, Четвертой, Пятой, Шестой, Семной, то есть мы должны прыгать вот так, в одну, то в другую. То есть должны друг друга постоянно опровергать, или друг друга постоянно противоречить. Соответственно, конечно, мы на это идти не сможем. Потому что я говорю, если эти все соборы, они были единогласны, и согласны друг с другом, это одно дело. Но мы видим постоянное противоречие в каждом соборе. И поэтому мы не принимаем эти решения. Не принимаем эти решения. Потому что я говорю, самое главное, мы видим там искажения, а во-вторых, мы видим ложь и кривитую в наш адрес. Но это все удел, конечно, богословов. И долго вот возбучить этими этими технологиями и богословскими вопросами и смысла нету. Да и вообще, понятно, что те верующие люди, которые находятся в русской церкви, истинные христиане, и те, которые в армянской, истинные христиане, и те, которые в других апостольских церквях, они все христиане, если самое главное, они относят друг к другу любовью и хотят в своей жизни быть подобным Христу. Вот самое главное для христианина. А богословские споры всегда люди разделяли. Поэтому Христос, когда придет, он не будет смотреть в глаза и сказать, «Так, какой собор ты принимаешь? Если ты не принимаешь четвертый, значит пойдешь в ад». Как сейчас говорят? А если принимаешь, то Христос будет смотреть в сердце человека и будет судить по сердцу, как он жил, этот человек. Насколько он был верным в его заповеди, насколько он его любил. Вот самое главное для Христа, да, а не принятие каких-то соборов. Так древние христианцы до соборов вообще никаких соборов не знали и вообще о этих терминах ничего не знали. Так что они все погибнут, что ли? То есть построить свою веру на основе каких-то соборов, которые собрали какие-то императоры, которые абсолютно преодолели вообще от христианства своей личной жизнью, своим поведением, своей нравственностью. Построить это, я думаю, что это просто неблагоразумно. И это тоже нам должно помочь преодолеть вот эти разногласия. Потому что все-таки сейчас живут все разумные люди, фактически стопроцентно грамотные. Тогда же грамотных людей было очень мало. И решение иногда одного человека могло иметь очень большое значение. Сейчас грамотных людей, слава Богу, больше. Есть больше информационные источники. Есть больше рычагов управлять этими источниками. И, соответственно, сейчас настаивать справедливость, конечно, больше. А верующие люди должны всегда быть вместе. Независимо от национальности, независимо от каких церковь они находятся. Поэтому, если я это говорю, это не относится прямо к верующим других церквей. Независимо от какой русской, греческой, католической и так далее. Это относится к узкой богословской мысли. Но вот, к сожалению, эта узкая богословская мысль и разделила эти церкви. И внесла в раздор. И, в основном, конечно, несправедливо. Потому что, я говорю еще раз. Если бы были серьезные отклонения от христианской веры, это одно дело. Но там были только такие, то тонкие споры, терминологические и подходы такие, которые, ядовое верующие, наверное, 99% не знают. Вот вы знали об этом, что я сказал? Никто не знает. Я уверен, 99% в русской церкви об этом не знают. То же самое и в армянской церкви. Там нигде вот эти тонкости богословские не знают. Но это не означает, что они перестают без христиан. Они такие же христиане, как в первом веке, так и сейчас. Потому что, я говорю, главное не это. Главное совсем другое. Поэтому и один из наших великих патоликов сказал, что наш принцип отношения с другими христианами такой, что единство в главном, свобода в правостепенном и везде любовь. Вот это очень важно. И он очень четко сказал, что во всех главных идеях христианства мы едины. То есть мы принимаем Господа Иисуса Христа как Бога в этапе человека, то есть Бога человека. Мы принимаем Святую Троицу. Мы принимаем то истинное, что человечество страдал и воскрес. Мы принимаем то учение, которое принесли апостолы. Мы принимаем Священное Писание, да, древнее священное предание. И это самое главное. Это нас всех объединяет. У Апрацистанта не будем говорить, это немножко другая песня. Да? Но вот традиционно все апостольские церкви, как армянские, так и греческие, так и католические, они в этом едины. Едины. Да? И самое главное, то есть нас должно объединяться любовь. А второстепенное, то есть какие узкие богословские взгляды каждая церковь имеет, это уже его лишнее дело. Во время суда тогда это стало ясно, как был Христос, как бочеловечество, сколько у него было воли, энергии и все такое. То есть это уже играет вторую роль. И эту второстепенную сделать первостепенным, это конечно заблуждение, потому что это никогда хорошим не закончился и не закончится. Понятно? Примерно поняли, наверное, в чем разница между армянских и других церковей. Но о католиках, католики еще дальше пошли и в 1054 году они отделились уже от греческой церкви. То есть рыбская церковь отделилась от Константинопольской церкви. Понятно, да? Но это нам уже совсем не касалось, потому что нам уже давно не до этого. Они уже давно жили абсолютно, то есть отдельно и от той, и от других церквей, и в принципе в этих церковь не вмешивались. Хотя, конечно, там где католики начали менять богословие, мы с ним конечно не согласны. То есть я в этом углубляться не буду. То есть вы должны понять одно. Наша церковь апостольская, наша церковь православная, потому что правильно славит Господа. Наша церковь не монофизитская, наша церковь истинно православная. Почему не монофизитская? Потому что мы принимаем полноту человечества Христа, как и остальные. Более того, мы больше принимаем. Например, в той же самой греческой церкви у Христа нет человеческой личности. У Христа нет человеческого лица. Соответственно, можно ставить вопрос под сомнение истинности или полноту человечества Христа. Что, например, невозможно сказать о нашей церкви. Но мы из-за этого никого не оставляем или никого еретиком не называем. Понятно? И относимся ко всем верующим, всех церковей, любовью. И даже не пускаем, что они участвовали в наших таинствах. То есть, причащались, или исповедовались, или венчались, в отличие от других церквей. То есть, у нас вот эти древние традиции сохранились. Теперь о важности. То есть, если так, то многие говорят, а почему именно надо нам быть в армянской церкви? Вот я хочу быть, например, в протестантской церкви. Я хочу быть чадом в католической церкви, в русской церкви. Почему именно в армянской? Ну, понимаете, ребята, вот то, что я вам сейчас рассказывал, я думаю, трудно будет после этого все это оставить и уйти в другую церковь. Не из-за того, что вот эта церковь плохая и что, но это наша родная. Потому что, смотрите, все наши предки свою кровь проливали именно за кого? Из-за Христа, именно за нашей церковью. Наверное, если влюбиться в родословие каждого из вас, не будет ни одного человека, у которого в роду не были мученики из-за веры. Таких людей практически среди армян нету. Не то, что нету, очень много в каждом роду били. Потому что, смотрите, начиная с седьмого века, мы ведем, даже не с седьмого века, уже с четвертого века, мы ведем непримирную борьбу за сохранение христианства. Именно христианство нашей церкви. То есть, того христианства, которое нам проповедовали апостолы. Сначала идиотической персии, потом с арабами. То есть, уже мусульманское нашествие. И так до сегодняшних дней. И вот все это вот взять, выбросить и идти в другую церковь, не знаю. Я думаю, что это как-то неблагодарно. Другое дело, если у человека просто не было возможности, например, посещать армянский храм или армянскую церковь, креститься, например, в русской церкови. В этом тоже ничего плохого нету. Лучше креститься в русской церковью, ходить в христианский храм или бить его чадом, чем вообще быть атеистом, например, или быть неверующим. Это другое дело. Но если среди вас есть такие люди, я не с осуждением говорю, есть возможность быть в армянской церкови, так зачем там не быть? Во-вторых, все наши предки, они молятся за нас. Потому что верующие одной церкови, они это как одна семья. Это не имеет значения, кто-то живет, а кто-то уже умер. Духом они живут, и они постоянно находятся в молитвенной общении с нами. А когда мы переходим в другую церковь, мы от них как-то уходим. Понятно? Мы изолируемся и от традиций, и от духовного общения, от наших святых и от всего остального. Поэтому, конечно, лучше, что... Альмяне ходили в армянскую храм, русские ходили в русский храм, то есть эти были русской православной церковью, альмяне были армянской апостольской церковью. Да, но я и говорю не из-за того, что этот хороший, этот плохой, а потому что у каждого народа своя традиция, свои подходы, свои цели, свои задачи и свои миссии, конечно. И поэтому и лучше нам быть в нашей родной церкви. Так, по-моему, мы на все вопросы в основном ответили. Да. Теперь, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу, если есть вопросы. Я воспользуюсь своим положением. Первым задам вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что наша церковь относится к православной, но это лишь потому, что мы правильно славим Бога или... Ну да. Мне кажется, у каждого из сидящих здесь сложилось впечатление, что к православной церкви относятся лишь греки и русские. Нет. И на сегодняшний день, мне кажется, для очень многих открытие, то, что мы тоже представители православной церкви. Я и говорю, само слово что означает? Означает правильно славить. Если ты не православный, значит ты неправильно славишь. Это уже самое главное. То есть урра, правда, пари мастер.